Конечно, на улице дождь, хотя, в принципе, ноябрь месяц, будем считать. У нас такой ноябрь месяц. То снег, то дождь, то солнце. А иногда 12 декабря я даже летал на аэродроме. Поэтому небольшие такие муары, это потому что дождик капает на линзу. Ну да ладно, то есть мы куда приехали? Мы с вами приехали в Верхнеуральск. Хорошее место. Почему Верхнеуральск нас больше всего интересует? И вы наверняка смотрите, что за моей спиной. Да, 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 да. Мы приехали туда, где есть качественное пиво. Но, как вы понимаете, что в Верхнеуральске не только один пивной завод. До того пивного завода мы чуть дальше приедем, естественно. Просто небольшой нюанс. Человек, который копал, прибыл такой товарищ в свое-то время, вот, им дали два варианта. Или на Волге, или на Урале. Один из них поехал по Урале в реке Верховье, естественно. Ну не совсем Верховье, сейчас маленький-маленький нюанс. Почему Волга, почему именно там делается, и почему именно на горе извоз делается? Потому что, потому что именно рядышком с горой извоз, а Волга прямо напротив располагается, Жигулевский гор, она вот оттуда и копает. То есть давайте все-таки определимся расстоянием самой в скобке. То есть если мы будем говорить про наше пиво, которое с Верхнеуральской, оно чуть-чуть дальше там располагается, я чуть-чуть позже покажу. Вот, глубина 120 метров, артезианская скважина. Да-да-да, вот, почему не в Магнитогорске, объясняю дивную ситуацию. Потому что в Магнитогорске тоже было пиво, но в Магнитогорске использовались обыкновенную воду. Да-да-да-да-да, а вода наша, она немножко другого вкуса и сладости немножко другая. Вот и все. Именно поэтому тот человек, который прокопал, он прямо рядышком с горой извоз и прокопал ту самую речку. В смысле не речку, в смысле он нашел скважину, естественно. И почему это было сделано в Верхнеуральске? Ну, Верхнеуральск был город очень интересный, красивый, ровный. У него история, кстати, не один сотня лет. У него, естественно, может быть даже две, я не помню, 36-700. Короче, скоро ему будет, по-моему, 300 лет уже. Да, то есть вот отсюда все и шло. То есть Верхнеуральск он всегда славился своей жизнью. Она немножко была другая. И зона там тоже есть, чуть-чуть дальше, в Форштадт, там та зона, крышка. Я ее тоже снимал, можете потом посмотреть. Скоро я все это дело архивирую. И вы все это дело сможете увидеть на телеканале YouTube. То есть, ну, город был, понимаете? Самара тоже был город. Вот и все. А у нас уже в городе Магнитогорске использовалась обыкновенная питьевая вода. Но давайте объясним. То есть здесь 120 метров, Урал, речка рядышком. Но это не речка, не из Урала идет, река, понимаете? Не из Урала. Отдельная скважина. Мы ее вам продемонстрируем, естественно. И тогда вы должны понимать, какое пиво. Оно, естественно, изумительное, вкуснейшее, офигенительное. Но, как вы думаете, здесь же тоже есть такие товарищи, которые решили другую воду использовать. Водопроводную. Рамздоров. Думайте своей головой. У нас такая же ситуация, но чем Магнитогорск хуже? Во-первых, мы не на горах. У нас до горки, ну, километров 30. Это не то место, где нужно. Потом мы какую воду пьем? Она у нас тоже питьевая, но сложная. Она очень насыщена солями. Их надо убирать. Вы обратите внимание, когда кипятите воду под нашего крана в обыкновенном кипятильнике. Сколько там отстоя? А это не нужно. Вода не должна быть такой. Вода должна быть уникальной. И даже если мы будем говорить, что до сих пор в городе есть еще две, по крайней мере, две компании, которые используют обыкновенную питьевую воду, нужно ли оно вам или нет. Или мы все-таки приедем, а точнее можно даже не приехать, а можно расположиться в городе Магнитогорске на Комсомольске 25, рядышком с торговым центром Вавилон, ну, справа, если мы будем смотреть на вход. И очень неплохое место рядышком с тройкой. Вам отсюда привезут пиво по изумительной цене. И вы можете его пить, как нормальные человеки. Вот отсюда, вот отсюда берется та самая вода с глубины 120 метров. Это очень даже интересное событие. То есть не просто обыкновенная вода, а та гора с горы Извоз. Прямо у вас за моей спиной еще метров 300 и сама гора начинается. Здесь вам в свое время тот самый товарищ из Германии, ну, немцы там, ну, то, что здесь есть немецкое пиво, в свое время прокопал, нашел. И это пиво начало действовать. Да-да-да, оно здесь готовится. Это исключительная вода, которая идет уже, как бы вам сказать, ну, считается, что это та вода, в которой не присутствует ничего. Хотя, с другой стороны, все же рано или поздно менялось. Ну, так вот, конечно, это очень хорошо, что мы используем эту качественную воду. А вот куда мы дальше отдаем? Давайте обратим внимание, что не совсем далеко. Я вот чуть-чуть сюда проеду и покажу вам то самое место старый пивной завод и новый пивной завод, чтобы вы поняли, что это, в принципе, одна и та же точка. Не надо никуда ходить. Хотите проверить? Сейчас я вам это сделаю. Что-то вы не видите, да? А зря. Так вот, вот то здание, его разрушили за 10 лет. Может быть, даже чуть-чуть побыстрее. Мне все время казалось, что у нас ситуация немножко другого уровня, да? То, что долго-долго-долго-долго. Оказывается, недолго. Знаете, где я прочитал? В одном из местечков. Знаете, где это местечко находится? Рядышком с тройкой. Туда зайдите, посмотрите. Там все четко-четко написано, как быстро разбирался пивной завод Верхнеуральска. Просто щелк, и все это дело унесли местные Верхнеуральцы, естественно. Это, конечно, очень плохо. А уже потом, а уже потом, вот, тот же самый пивной завод. Расстояние примерно 75 метров. Не более того, как. Классно, да? Ну, теперь вы понимаете, где этот пивной завод располагается. Прямо рядышком с старым пивным заводом. Но сегодня и сейчас это гораздо круче, чем было раньше. Потому что раньше, ну, было хорошо, но все дело произошло. И сегодня и сейчас здесь выпускается 7 сортов различного пива. Качественного, вкуснейшего, очаровательнейшего пива. Да, господа мои. Вы не понимаете? Докладываю. Зайдите. А, зачем зайдите? Сейчас дальнейший будет сюжет, как берется вода, где она складируется. И давайте определимся. Был такой момент, требуйте отстоя пива. После смены, короче, когда у вас возникает пивная шапка, ее надо было бы убрать. Тогда сегодня все немножко по-другому. И, конечно, глубина. Глубина 120 метров. Ну, в свое-то время тоже можно было углубиться. И это так и делали. Вы не думаете, что мы самые крутые, естественно. Чем мы сейчас стали крутизной, чем занимаемся мы сегодня и сейчас? Тем, что у нас здесь есть холодильники. А раньше, ну, не было такого. И поэтому в том старом пивозаводе, который располагается прямо за этим новым пивным заводом, это примерно, ну, метр, наверное, 150, то есть там были... Маленький нюанс. Доведу до вашего сведения. Как пиво тогда сохранялось? Естественно, это были чаны, которые были в земле. А вы не знали? Да вы что? Вы думаете, что с холодильниками все стало хорошо и красиво? Да нет, ребята мои. Человечество немножко чуть-чуть подлиннее живет, чем вот эти долбанные там 70 последних 100 лет. Естественно. И вот вам ваш вариант. То бишь они опускались и было оно в земле. И тогда пиво хранилось, естественно, дольше. То бишь давайте все-таки определимся с нашей сутью бытия. Наша суть бытия в следующем. То бишь надо же было как-то все это дело приподнять. То есть вот этих вещей в принципе нету нигде. Потому что есть отдельные товарищи, которых нету. Они берут просто воду из-под крана. Этого нет. Здесь все красиво, ровно. Оно поднимается с глубины 120 метров. Не они одни эти придумали. Это приехал тот самый немец, который все это дело посмотрел. И к слову о том, что в принципе есть одно местечко недалеко от Пугачева. Если бы мы в свое время не отдали кое-что Казахстану, то расстояние между двумя речками Урал и Волга, там расстояние примерно 150-200 километров. То есть проехать-то можно легко и быстро. То есть это все питает наше лучшее местечко под названием Каспийское море. И эти две реки, они вам дают уникальность состава пива. Одно из них делается в Самаре, а другое в Верхнеуральске. И это пиво исключительное. Но таких вещей, еще раз говорю, нет ни у кого. А вы пробовали магнитогорскую воду? Ну нет, магнитогорская вода, она вкусная, очень даже вкусная. То есть мы не будем говорить, что магнитогорская не славится своей водой. Но трест водоканал, у него маленькие проблемки. Потому что я лично поставил дополнительную структуру очистки. Потому что мне не сильно нравится хлор, который у нас присутствует, естественно. Мне очень сильно не нравится песок, который потом куда впадает? Или вы думаете, что у нас все там красиво и ровно? Нет, нет, нет. Лучший вариант это все-таки фильтр. Но еще есть другой вариант. Другой вариант вы можете спокойненько пить качественную воду, которую вам предлагает Верхнеуральский пивоваренный завод. Потому что здесь очень много идет процедура накачки, естественно. К сожалению, вы пиво не пьете, но пиво можете пить. Никаких проблем, у тебя три точки есть. Умный человек позвонит. Вы спокойненько можете взять по телефону и вам привезут эту самую качественную воду. Она полностью фильтрованная. Вы ее поставили либо в кулер, либо поставили такая штука называется качалочка сверху. И все. То есть вы уже живете и пьете немножко другую, более интересную и качественную воду. Интересная тема? Очень даже. Сейчас самое забавное. Помните, была такая ситуация, называется требуйте долива пива после отстая пены. В данном случае у нас нету ничего. То есть мы приехали на Верхнеуральский пивной завод. И мне сейчас дали ту самую возможность сказать, что все, приехали. Потому что вот сейчас заполняется. Но пена есть, естественно. Потому что пена это отдельная часть работы. Она немножко в другое место сливается. То, о чем мы будем говорить. И это меня очень сильно радует. То, что здесь нету никаких других тараканов и косяков. То есть все делается исключительно. Пиво готовится, делается через... Скоро, скоро, скоро. Через чуть-чуть еще немножко осталось. Я все это дело покажу, как это выдергивается. А то... Не каждый первый вам это дело может показать. Я вам показываю. И самый главный вариант. 49-50. Все. И я сейчас щелкаю. Крам. Так. Черный. Все. Закрыл. Все. Замечательно. Это просто замечательно. Конечно, я с косяками сделал. Но, тем не менее, вы должны понимать, что я это сделал. А, я хочу, конечно, стать рано или поздно тем же специалистом. Дай-то бог получится. Но сегодня мы вам показываем то, из чего готовится пиво. И как оно развивается. 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 Продолжение следует...